Всем привет! Я Андрей Багатарёв, эксперт от Сичар. Я вас всех приветствую в своем блоге, где рассказываю о том, как найти работу, как построить карьеру и делюсь с вами жизнью и ситуациями, что прошло я, моя семья и мои близкие друзья. Дорогие мои, мое последнее видео, связанное с обзором рынка труда в России, выходило буквально несколько месяцев назад, в январе месяце. И тогда я рассказывал про то, что произошло за 2023 год и строил планы на 2024 год. И в принципе сейчас я не планировал выпускать никакого нового видео, связанного с обзором рынка труда, потому что особо сильно ничего не произошло на рынке труда, чтобы прям сделать отдельное какое-то видео. И в целом, да, ситуация сложная, найти работу себе легко, сложной для работодателей, много различных вакансий. Но тут произошла такая интересная ситуация. Я разместил вакансию на должность юриста. Начали искать юриста, мой заказчик сказал, что нужно необходимо найти ему человека, специалиста в интеллектуальной собственности, да, там товарные знаки и так далее. Плюс там надо арендой заниматься, арендными отношениями и лицензирование. Вот такой вот как бы блок юридической деятельности нужно найти человека. Ну, я думаю о том, что найти человека сейчас достаточно сложно на рынке труда, да, и я вам об этом постоянно говорю. И я столкнулся с такой ситуацией, что вот как раз на эту должность, на должность юриста, кандидатов просто полно. И тут еще есть такой момент, что мои видео, связанные с обзором рынка труда, постоянно регулярно люди смотрят и какие-то пишут действительно, что работы много и можно сидеть вообще выбирать и торговаться спокойно, да, с работодателем. А некоторые говорят о том, что работы нет и работу найти невозможно. И что все это полный бред, что говорят на телевидении, на радио и везде о том, что много каких-то вакансий. Вакансий нет и найти работу себе невозможно. И вот в этом видео я как раз хочу поднять вот эту тему, кому, как говорится, на Руси жить-то хорошо, да. Какая вакансия сейчас востребована, а какая вакансия не востребована, даже в условиях вот этого кризиса, да, когда говорят, что сотрудников нет. В этом видео как раз мы поговорим на эту тему и в разрезе, да, и посмотрим более глубоко на то, что сейчас вообще происходит на рынке труда в данный момент времени, да, как же она меняется, эта ситуация. И посмотрим на те вакансии, да, с уклоном, да, какие вакансии востребованы, а какие вакансии не востребованы. Как раз отдельно поговорим про юриста, который меня, честно, поразил. В общем, усаживаемся поудобнее и погнали. Друзья, ну для того, чтобы погрузиться в тему, кому искать работу на Руси себе хорошо, мы с вами должны немножко посмотреть на рынок труда, что на нем происходит здесь и сейчас. Смотрите, значит, март месяц у нас, и мы с вами видим, что в марте месяце по отношению к марту 2023 года количество вакансий ставило плюс 32%. То есть мы с вами видим столбцы, это зеленый, это 24 к 23, а синий это 23 к 22. Так вот, в марте месяце, в марте месяце количество вакансий по отношению к 23 году увеличилось на 32%. Дорогие мои, на 32% это очень серьезный рост, я вас уверяю. А теперь давайте посмотрим на количество резюме. А количество резюме увеличилось по отношению к 23 году на плюс 4%. То есть у нас количество вакансий плюс 32%, а резюме плюс 4%. Откуда эти резюме берутся, это люди, которые выходят на рынок труда, возможно, это те, которые вернулись, которые пытались уехать, эмигрировать, и они сейчас вернулись. Вот эти 4%. И смотрите, что у нас получается дальше. Если мы с вами посмотрим на динамику резюме в профобластях, то мы с вами можем увидеть, что, например, юристов у нас плюс 2%, например, сельское хозяйство плюс 11%. А, например, если мы с вами посмотрим розничная торговля, резюме, дорогие мои, минус 20%. Это у нас касаемо резюме. А теперь смотрите, да, и мы с вами держим в голове, что юристов плюс 2% у нас стало. А теперь смотрите на динамику вакансий в профобластях, динамика вакансий. У нас, мы смотрим с вами на юристов, и плюс 23%. Вакансий стало гораздо больше, чем резюме, гораздо больше. Ну и там посмотрим с вами, да, что у нас страхование, у нас плюс 62%, домашнее в служащий персонал плюс 59%. Так вот, смотрите, юристов плюс 2% резюме, а вакансий плюс 23%. Это о чем говорит? О том, что мы с вами должны найти себе работу юристами гораздо легче и проще. А теперь смотрите, я разместил вакансию, и что у нас получается? Берем с вами 2 недели, 14 дней. За 14 дней нам пишут, что наша вакансия с вами средненькая, такая средненькая, но при этом конверсия отклика выше, чем у 50% конкурентов. И за 14 дней я получил 135 резюме. А теперь давайте посмотрим с вами на эту же вакансию, но в разрезе уже месяца. Она висела и размещена была в течение месяца. То бишь, как вообще, чтобы вы понимали, как происходит вообще динамика резюме и движение резюме по отношению к вакансии, когда вакансия только размещается. Как только новый, относительно новый работодатель размещает свою вакансию, до этого люди, которые находились в поиске, они ее никогда не видели, на нее, на эту вакансию набрасываются все, потому что, по сути, предыдущие все вакансии, все уже прошерстили, поотправляли свои резюме, получили отказы и тому подобное. Поэтому, как только ты размещаешь свою вакансию, на тебя набрасываются все сразу и говорят, хочу работать, хочу работать. Вот так должно работать это, в принципе, в тот момент, когда у тебя нету кризиса с сотрудниками. И вот сейчас мы говорим о том, что у нас кризис, нету сотрудников и тому подобное. И мы с вами смотрим на вакансию, которая была размещена месяц. И мы видим, что за месяц мы получили 720 откликов. Вы вдумайтесь в это. 720 откликов на одну вакансию. На одну вакансию 720 откликов. В целом, да, пишут, что ваша конверсия выше, чем у 90 конкурентов, у 90% конкурентов. Я вам еще раз повторяю, что эта конверсия, почему выше? Потому что эта вакансия была размещена только-только-только. Она достаточно горяченькая и поэтому конверсия выше. Получается, когда я беру срез последних двух недель, она средненькая. Но если я беру в общем, то она выше, потому что это новая вакансия. Так вот, с вами смотрим, да, 720 откликов. И посмотрело эту вакансию 2000, да почти 3000 человек. Вы представляете себе? А теперь давайте, вот просто для интереса, мы с вами посмотрим техника по эксплуатации. За месяц мы получили только 10 откликов. 10! Нет, это не за неделю, это не за две недели, это за месяц. 10 откликов. Это техник по эксплуатации. Да, человек, который просто эксплуатирует здание, чинит, занимается мелким бытовым ремонтом. То есть, вакансия достаточно простая. Зарплата, между прочим, да, это вакансия московская. Зарплата 80 тысяч рублей. Бесплатное питание, бесплатный проезд. 80 тысяч рублей на руки чистыми. Зарплата белая, отпуск, больничный. 80 тысяч рублей. У юриста, вы думаете, зарплата 120 тысяч рублей. Ну, может быть, 150 будет. Ну, это юрист, да, и это еще достаточно узкая сфера. Это интеллектуальная собственность, это лицензирование, это, ну, там, арендные отношения, там, арендные договора. Это, окей, там, многие этим занимаются. Но интеллектуальная собственность, это очень достаточно узкая сфера. И здесь, понятно, там, зарплата выше, но она не то, что прям в космос уходит по отношению к тому же самому технику. Теперь давайте просто для интереса посмотрим на бухгалтера по зарплате за месяц, да, там, ну, там, чуть меньше месяца получается. Откликов всего лишь 28 штук. 28 штук. И посмотрело 356 человек. Соответственно, это о чем можно вообще, да, судить? О том, что вот вам юрист, 3000 человек смотрит эту вакансию, почти там, 800 человек, ну, там, 700, хорошо, там, 700 человек, например, присылает свое резюме. И, ну, как можно найти себе работу, да, вот, как бы, на одну вакансию такому количеству людей? Невозможно. То есть, это надо быть настолько проактивным, это надо звонить, писать, это надо, чтобы вот твое резюме было просто потрясающим. И, дорогие мои, мы сейчас с вами, давайте вспомним, что у нас сейчас кризис, кризис, нет сотрудников. То есть, нет сотрудников, но юристов полно. И вот смотрите, да, вот сейчас в преддверии вот этих всех выпускных экзаменов мы с вами обсуждаем эту тему, когда многие из вас отправляют своих детей, либо собираются отправить своих детей учиться. И возникает вопрос, а на кого вы собираетесь отправить своего человека, своего чада, да, учиться? Если вы собираетесь отправить это чада на юриста, то перспектива как бы, ну вот, щекотливая в рамках того, чтобы он себе успешно нашел себе работу. Тем более, обучение на юриста стоит дорого, а зарплата как бы так себе. Кстати, по поводу зарплаты на бухгалтера по зарплате, то там зарплата еще даже выше, там 150 и даже с небольшим плюсом. Вы вдумайтесь, да, то есть юрист, бухгалтер по зарплате, да, и техник. И вот эти вакансии, и вот эти люди, они могут себе найти работу и еще выбирать, получается, а юрист, он как бы должен согласиться хоть на что-то, чтобы его взяли на работу. И я, кстати, знаете, что хотел бы отметить? У нас есть история, ну, как бы у всех людей, которые занимаются поиском сотрудников, есть история, там, когда ты размещал какие-то вакансии похожие, да, там, что это было. И вот смотрите, у меня есть история. Я могу сейчас для интереса просто показать, что было в 17-м году у юриста. Там была похожая деятельность, там чуть-чуть изменения были, но она похожа была. Там вакансия, на самом деле, даже чуть попроще была, но зарплата по отношению к рынку соответствовала вполне ожиданиям. Так вот, юрист, в 2017-м году, обратите внимание, я получил тогда 508 откликов. 508 откликов за 21 день. Это 21 день в Москве, в 2017-й год, 508 откликов, дорогие мои, 508. А еще такой был момент, что в 2020-м году, если вы помните, была еще пандемия, тогда тоже работы никакой не было и тому подобное, и у меня была вакансия помощника юриста. И вот давайте посмотрим, что было помощником юриста в 2020-м году. Я получил на помощника юриста, а тогда в 2020-м году вакансия была, вот это было, копеечная. Просто там что-то платили, какие-то копейки. 1025, наверное, за полный день, там, полную работу, ну, как бы объем работы там достаточно был серьезный. Копейки, 25-30 тысяч рублей платили этому юристу. Я получил, вы вдумайтесь, да, 632 отклика. 632 отклика. Это на помощника юриста в 2020-м году. Это когда работы не было, да, работы не было. А сейчас мы с вами, да, обсуждаем ситуацию, когда, казалось бы, должно быть полно работы, и мы можем с вами выбирать. Но нет, все могут выбирать, а юристы не могут выбирать. Вот вам, пожалуйста. Это к тому, что надо правильно еще и отправлять детей на правильное обучение, чтобы когда они через 5 лет выпустятся, там, да, или сколько, там, 6 лет учатся, они выпустились, ну, некоторые 4 года, да, ну, это такое же, как вы понимаете, образование-то неполное получается. Они выпускаются, и что они получают? Они получают то, что они могут найти себе работу. Вот так. Дорогие мои, давайте сейчас посмотрим на 10 категорий в сферах, где проще всего найти себе работу, и 10 категорий, где меньше всего просто себе найти работу. У нас есть индекс HeadHunter, который показывает о том, что если мы с вами, например, находимся в категории меньше, либо равно 1,9% профобласти, это острый дефицит сыскателей. 2,3,9% это дефицит сыскателей, 4,8% это умеренный уровень конкуренции за рабочее место, 8,12% это высокая конкуренция сыскателей, и больше или равно 12% крайне высокий, то есть, ну, если у тебя 12% это, в принципе, работу себе, ну, я не знаю, практически невозможно найти. Если, ну, вот реально, чтобы себе нормально можно было найти работу, это надо попасть в 3, ну, до 3,9%, там, 3,9%, желательно 4,2%, вот, вот, если мы вот в эту категорию попадаем с вами, то более-менее нормально мы можем там побиться, посражаться и найти себе хорошую работу. Если выше 4,2%, то там уже, в принципе, ну, надо соглашаться на то, что дают. Смотрите, да, это вот получается 10 категорий мест, да, направлений, скажем так, там же много разных вакансий вот в этих сферах, но в каждой вот этой сфере найти себе работу достаточно легко и просто. А теперь, если мы с вами посмотрим на категории, где невозможно практически себе найти работу, то мы с вами видим, это закупки, это информационные технологии, как ни странно, но здесь надо понимать, что информационные технологии, они обобщают, да, вот эту сферу обобщают. Вот, смотрите, мы уже с вами видим, например, юристов, где 9,2%. Это как раз то, что показывал я вам ранее, что юристам найти себе работу, ну, нереально практически. Это, представляете, это на нашу вакансию, на нашу вакансию 700 откликов за месяц. 700, это категория, да, 9,2% значения. А, смотрите, искусство развлечения, масс-медиа, 21%, да, ну, нереально. Это вот, ну, как бы, это вот просто уже, вот, ну, я не знаю, это там можно даже не пытаться резюме свой отправлять, понимаете? Высший и средний менеджмент, смотрите, да, 17%, страхование инвестиций, 13%. Ну, в общем, юристы находятся в топе среди тех, кто никому не нужен, по сути. Поэтому, дорогие мои, когда мне пишут письма, да, сообщения под видео о том, что, да там, ты обманываешь стилизера, все обманывают, все это вранье, что работы на самом деле нету, и работодатель продолжает выбирать? Нет, дорогие мои, нет. Это просто вам не повезло. Значит, вы работаете не в той сфере, не в том направлении. Вам нужно, значит, либо менять сферу, либо менять направление, либо получать какую-то дополнительную квалификацию, становиться более широким специалистом, и тогда у вас появляется более широкий кругозор на то, кем и куда пойти работать. Понимаете, это статистика, это цифры, это не обманешь, это, ну, никак, это вот не фикция какая-то. Это то, что я вам реально показываю и рассказываю на своем наглядном для вас примере. В общем, я к чему? К тому, что, дорогие мои, еще раз повторяюсь, да, сейчас у нас запускные экзамены начинаются, поступления в различные учебные заведения. Я хочу вам пожелать, если у вас есть дети, да, которые собираются сейчас пойти куда-то учиться, более внимательно и более детально подходить к будущему в рамках выбора профессии для своего ребенка. Вот чего я вам хочу пожелать. На этом у меня все. До новых встреч. Новый обзор по рынку труда, я думаю, я подготовлю где-то ближе к лету. Я вам покажу, что у нас изменилось и куда мы все с вами движемся. В общем, все. До новых встреч. Пока-пока.